Азербайджан в XVIII веке. Часть третья. Начиная с 40-х годов XVIII столетия, освободительное движение в Азербайджане вступает в новый период своего развития. Повсеместные выступления, вызванные прежде всего непосильной эксплуатацией иноземных завоевателей, приобретали черты освободительного движения, направленного на завоевание независимости от чужеземного ига. Крупное антииранское восстание вспыхнуло в щеки в 1743 году под предводительством местного феодала Гаджи-Челеби. Несмотря на неоднократные штурмы, войскам на Дершаха так и не удалось сломить волю щекинцев, стойко защищавшихся в крепости Галясен-Гюресен. Фактически с этого момента была положена основа независимого от Ирана щекинского ханства. В Азербайджане и Южном Дагестане антииранские выступления, несмотря на свой размах, зачастую оставались стихийными и не имели ни программы, ни последовательных руководителей. Основным ядром взявшихся за оружие были крестьяне, которые, как правило, не имели своих вожаков, способных руководить вооруженной борьбой. В таких случаях крестьяне легко становились жертвой обмана самозванцев и нередко превращались в их руках в орудия достижения корыстных целей. Так шерванцы дважды, в начале и в конце 1743 года, стали жертвой обмана первого и второго самозванцев, сам Мерзы, выдававшие себя за отпрысков династии сефевидов. Недовольные жестокой политикой надиршаха Афшара, народные массы, поверив демагогическим обещаниям самозванцев, охотно сплотились вокруг них. Однако стихийность народного движения дала о себе знать. Повстанцы не смогли оказать достойное сопротивление регулярным войскам надиршаха и потерпели поражение. В ходе борьбы против грабительской политики и притеснений иранских завоевателей наблюдается переселение целых семейств азербайджанцев за пределы страны, что особенно участилось после жестокой расправы иранских войск с шерванскими повстанцами в 1743 году. Крупные антииранские выступления в конце 40-х годов XVIII века происходили также в Эрдебиле и Тебризе. Все они сыграли важную роль в ликвидации в Азербайджане иранского господства в конце 40-х годов XVIII века. Со смертью надиршаха в 1747 год его государство по существу распалось. Повсюду подняли головы претенденты на шахский трон, усилились центробежные устремления феодалов окраин, подчинявшихся в свое время Ирану лишь силой оружия. В этой исторической обстановке в Азербайджане, по словам Бакиханова, образовались отдельные ханства, а владетели их, управляя наследственно и независимо, сделались самостоятельными государствами. На территории Азербайджана образовались следующие ханства Щекинская, Горобакская, Шамахынская, Бакинская, Нахчеванская, Тебрисская, Сарабская, Ордебильская, Хойская, Урмийская, Городакская, Талышская, Марагинская, Макинская, Джавацкая. Как более мелкие государственные объединения возникли Куткашенское, Габалинское, Орешское, Казахское, Шамшадильское султанство. К северо-западу от последнего были расположены джаро-балаканские общества. В Нагорной части Горобака в составе Горобакского ханства продолжали существовать Варанское, Хаченское, Гюлистанское, Дизакское, Джарабердское миликство. Власть миликов, как и прежде, в основном ограничивалась в пределах крепостей и прилегающих к ним нескольких деревень, в которых они проживали. Во второй половине XVIII века в Азербайджане не было единого экономического центра, а отдельные области существовали довольно замкнуто. В этот период преобладало натуральное хозяйство, где преобладающую роль играли феодальные производственные отношения. Местные феодалы – ханы, султаны, мелики, беки, заботясь только о собственной независимости, были заинтересованы в сохранении феодальной раздробленности и всячески препятствовали объединению страны и созданию центральной власти. Основными отраслями экономики страны являлось животноводство и особенно земледелие. Земля была главным средством производства, что вообще характерно для феодальных отношений. Политическая история почти всех ханств Азербайджана насыщена беспрерывными войнами и кровавыми дворцовыми переворотами. Почти все ханства Азербайджана образовались вокруг того или иного города – административного центра, существовавшего еще в раннем Средневековье. Исключение составляло лишь Карабахское ханство. Его основатель Панахали хан, в отличие от других ханов Азербайджана, первоначально избрал своей столицей крепость Баят, ибо вокруг находившегося на огромной территории Карабахского беглярбегства единственно крупного экономического и политического центра города Генжи представители племени Каджа раньше него успели образовать свое независимое Генжинское ханство. Образование Карабахского ханства на огромной территории прежнего Карабахского беглярбегства, укрепление крепости Баят и растущий авторитет Панахали хана беспокоили прежде всего армянских меликов, продолжавших пользоваться предоставленными им иранскими шахами льготами. Гарабахские мелики, видя постепенное признание Панахали хана и боясь быть побежденными со стороны Карабахского правителя, почти всеми племенами Гарабаха решили объединиться и уничтожить его власть. Борьба между гарабахскими меликами и центральной ханской властью носила политический, но отнюдь нерелигиозный характер. Она велась внутри одного и того же господствующего класса. Доказательством тому явилось обращение армянских меликов к азербайджанским ханам о совместном выступлении против Панахали хана. Сначала мелики обратились к правителю Шекинского ханства Гаджи Челебихану как более влиятельному и относительно могущественному среди ханов северного Азербайджана. В своем обращении к Челебихану они писали, «Панах хан взошел на престол, строит крепость и сооружает укрепление, и что если его затея своевременно не будет уничтожена, впоследствии невозможно будет устоять перед ним». Шекинский Гаджи Челебихан, не желая усиления гарабахского владителя, вместе со своими союзниками шамахинскими войсками осадил резиденцию Панахали хана и в течение месяца безуспешно штурмовал ее. Почти все гарабахские племена от мала до велика в большом числе прибыли к нему на выручку. Не добившись успеха Гаджи Челебихан, с большими потерями отступил за Куру и вынужден был признаться союзником. Панах до сих пор был подобен серебру без чеканки. Мы же пришли, отчеканили это серебро и вернулись обратно. Хотя противникам не удалось одержать победу над войсками Панахали хана, все же последний, считая крепость Баят ненадежной, перенес свою резиденцию в относительно укрепленную крепость Шах-Булак, построенную еще над Диршахом. После этого Панахали хан, считая меликов своими потенциальными противниками и воспользовавшись существующими раздорами между ними, решил устранить их, что ему отчасти удалось. Путем брачной дипломатии первым перешел на сторону Панахали хана варандинский мелик Шахназар, который выдал свою дочь за сына Панахали хана Ибрагим Халилаги. Породнившись с ним, мелик Шахназар отделился от остальных меликов. Это послужило поводом для заключения союза меликов Гюлистана, Хачена, Джаберта и Дизака против варандинского мелика Шахназара. Однако данный союз не имел результата, ибо с течением времени армянские мелики вынуждены были хотя бы формально признать над собой власть Панахали хана, хотя на деле все время искали союзников в борьбе против него. В связи с тем, что новая резиденция Шахбулаг оказалась в климатическом и военно-стратегическом отношениях не очень выгодным, Панахали хану пришлось искать новое место. В 1751 году на развалинах древнего города Шуши, разрушенного еще монголами, возникла новая крепость, первоначально названная в честь основателя крепости Панахабад. Впоследствии город принял свое прежнее название Шуша. Новая резиденция быстро выросла в экономический центр Гарабахского ханства и стала одним из крупных торговых и ремесленных центров Северного Азербайджана. Не прошло и года после основания крепости Панахабада Шуши, как один из претендентов на шахский престол в Иране, Мухаммед Гасанхан Каджар, собрав войска из Мазандарана, Астарабада и Геляна, двинулся на покорение богатого края – Гарабаха и остановился в местечке Хатын-Архи, недалеко от крепости. Отважные жители Гарабаха нанесли большой урон войскам противника. Оставив свои пушки под стенами города, Мухаммед Гасанхан быстро удалился в Иран, где с новой силой разразилась борьба за шахский трон. Когда в Иране обострилась борьба за власть среди переемников Надир-Шаха, а в Азербайджане – междуусобицы, Панахали хан решил воспользоваться создавшейся обстановкой. Он завладел Мегринским и Гюнейским махалами до Баргушата, отнял у правителя Нахчеванского хана махалы Патив и Сесиан, захватил местность вдоль реки Тер-Тер до границы озера Гейджа – Сиван, занял земли от моста Худоферина до реки Кюрекчай и другие. Кроме того, некоторое время Тебриское и Ордебильское и Городахское ханство тоже попали под власть Панахали хана. Правитель урмийского ханства Фатали хан Афшар, также боровшийся за шахский престол в Иране, после ухода войск Панахали хана, подчинив своей власти Городахское, Марагинские, Тебриские ханства и ряд мелких феодальных владений Южного Азербайджана направил своих посланников к Панахали хану, призывая его к повиновению. Но посланники были отосланы обратно безрезультатно. В 1756 году Фатали хана Афшар двинул свои войска против Городахского ханства, разбив свой лагерь недалеко от крепости Шуши. Осада продолжалась шесть месяцев. Вскоре к осажденным примкнули отряды меликов Джаберта, Хатям и Гюлистана, усуп, которые вырыли окопы рядом с окопами авшарских войск. Однако это не помогло Фатали хану Афшару добиться покорности Панахали хана. Тогда Фатали хан Афшар решил пойти на хитрость и под предлогом обмена пленными и выдачи своей дочери замуж за сына Панахали хана Ибрагим Халилаги, он пригласил последнего к себе в лагерь. Объявив Панахали хана своим вассалом и выманив Ибрагим Халилагу, Фатали хан Афшар увел последнего в качестве заложника в свои владения. Сложившаяся в дальнейшем ситуация, связанная с вероломным пленением Фатали ханом Афшаром Ибрагим Халилаги, не дали возможность Панахали хану до конца своей жизни спокойно сидеть на троне ханства, которое он создал благодаря своему умению, таланту и отстоял в борьбе с внутренними и внешними противниками. Этому прежде всего способствовали кривопролитные войны за престол, происходившие в Южном Азербайджане и в Иране. Дело в том, что здесь на политической арене появился другой претендент – Керим Хан Зент, который до этого, победив Мухаммед Гасан хана Каджара, одного из главных противников, решил убрать с пути Фатали хан Афшара. В борьбе с последним Керим Хан Зент решил привлечь на свою сторону некоторых азербайджанских ханов, особенно Панахали хана, как более влиятельного и могущественного, искавшего к тому же удобный момент отомстить Фатали хану Афшару за его вероломство. Панахали хан, назначив временно правителем Гарабахского ханства своего младшего сына Мехрали хана, во главе отборных карабахских войск направился на юг и объединился с Керим Ханом Зентом. Вскоре резиденция Фатали хана Афшара, Урмия, была осаждена врагами союзников. Осада крепости продолжалась несколько месяцев. Обреченный на голод и не имея достаточно сил для обороны, Фатали хан Афшар примерно в феврале 1763 года вынужден был признать свое поражение. Но это было только формально, ибо не только Гарабахское ханство, но и все Закавказье в середине XVIII века вышло из-под власти Ирана, да и сам Керим Хан Зент в это время еще не являлся правителем иранского государства. Опасаясь дальнейшего усиления североазербайджанских ханов, Керим Хан не рискнул отпустить Панахали Хана и оставил его в своем дворе под видом советника. Фактически же Панахали Хан был задержан в Иране в качестве почетного заложника. Панахали Хан умер в 1763 году в Ширазе, столице государства Керим Хана Зенда, при таинственных обстоятельствах. Его тело, согласно завещанию, было привезено в Ахдам и похоронено в местечке Имарет. Вернувшись в Шушу, Ибрагим Халилага отстранил своего родного брата Мехрали Хана от власти, объявив себя ханом как престолонаследник.